всем карта вы привет дорогие друзья с вами снова паша фриман на связи и сегодня у нас очередное видео из рубрики лучший бой и в этот раз у нас карта моздок и главный герой танк т-34 экранированный он является премиумным танком поэтому он такой клёвый ну ладно на самом деле это не так хотя нет все-таки клёвый в общем если у вас нету еще экранированного т-34 и у вас появится возможность его приобрести в целом я рекомендую это сделать потому что он имеет естественно повышенный доход и повышенный опыт и помимо всего прочего он просто очень хороший потому что т-34 сами по себе они в целом очень хорошие и по подвижности и по вооружению но не всегда по броне хотя именно в этом танке у нас еще есть дополнительные 16 миллиметровые листы обшитые по бортам задницы и вокруг башни соответственно немножечко улучшенная защита что иногда очень бывает кстати я просто не знаю сейчас вообще в продаже есть 34 это или нет потому что то какие-то танки есть продажи то их выводят из продажи то их возвращают в продажу поэтому я не могу сказать если она собственно если у вас есть такая информация можете написать в комментариях может быть кому-то будет интересно приобрести этот танк ну а так в целом что я могу про него сказать ну 34 тверка есть 34 у нас замечательная подвижность адовейшие каморники разумеется мы не без недостатков то бишь у нас не самая лучшая защита хотя опять же повторюсь на экранированной версии она немножечко улучшена по сравнению с т-34 40-го и 41-го годов но не так сильно чтобы прям танковать всех подряд поэтому надо быть осторожным целом я рекомендую использовать его замечательную подвижность чтобы объезжать противника с бортов либо вообще сзади соответственно окольными путями стараемся продвигаться при этом не забывать об укрытиях чтобы в них прятаться во время перезарядки той же например да или если на вас выкатываются сразу несколько противников это будет очень кстати но имеется ввиду что вы найдете укрытие остальным характеристикам у нас тоже все неплохо у нас башня крутится хорошо перезарядка чуть больше 7 секунд на экспертах что в целом неплохой сам по себе результат максималочка 40 километров в час то бишь мы опять же быстрые можем без труда куда-нибудь заезжать из минусов еще могу отметить помимо довольно такой спорный брони потому что все-таки нас пробивает кто-то да у нас углы вертикального наведения не самые лучшие по отрицательным углам у нас минус 5 соответственно от холмов мы поиграть с вами не сможем ну и иногда если будем наезжать на какой-нибудь мусор тоже это будет препятствовать стрельбе по противнику зато у нас вроде поднимается на 30 градусов соответственно вы можете сбивать даже самолеты соответственно это будет удобно с характеристиками мы закончили и дальше будет наверное моя рекомендация по снарядам а так как у нас орудие такое же как и на т-34 40 41 годов рекомендация будет одна берите оба вида снарядов камерных бр-350 а и бр-350 b 350 b он пробивает побольше да он его там 80 миллиметров с 500 метров вашного 76 то есть почти одно и то же но у ашного больше заброневое воздействие потому что 150 грамм взрывчатки а бэшный работает по наклонной броне чуть получше опять же пробивает под прямым углом лучше но взрывчатки у него поменьше всего 98 с половиной грамм соответственно заброневого иногда будет не хватать остальным снарядам ничего посоветовать не могу наверное и разве что можно взять с собой подкалиберные у них 92 миллиметра с 500 метров и 120 миллиметров вплотную соответственно это для совсем жирных противников если они вам попадутся потому что можно попасть и на бэвый рейтинг 5 0 а кстати да забыл сказать у этого танка бэвый рейтинг 4 0 во всяком случае на момент записи этого видео но если вы попадете на карту моздок тут у вас есть два варианта первый максимально активно и агрессивно играть как это сделал я пробираясь на максимальной скорости насколько это возможно на точку b захватывая ее и в надежде на то что с вами поедут союзники отстреливаете всех противников которые туда подъезжают и потом уже поджимаетесь ближе к вражескому респауну и начинаете отстрел вражеских танков что собственно у меня и сейчас в данный момент происходит нам повезло союзники попались хорошие они нам помогали зачистили сектор потом я поехал поджиматься уже к респауну как я и сказал ну и тут уже просто можно сказать начался тир по уткам и мы без проблем начинаем с ними со всеми расправляться а второй же вариант если вы попали на эту карту например ну против 50 потому что я в этом бою попал на свой боевой рейтинг даже ну может чуть чуть повыше да на 4 3 но в целом нам повезло за счет опять же команды мы просто проехали и все получилось а вот если вы попадете в бой с более серьезными противниками я вам советую объезжать карту по правой стороне как бы вот по линии c если вы на карту сейчас посмотрите вот по линии c уезжаете вправо и немножечко вверх по третьей либо по четвертой линии по вертикали начинаете подниматься и поджиматься противнику там конечно довольно тяжело и надо уметь брать упреждение на расстоянии чтобы по противнику попадать но тем не менее на этом направлении вы сможете отстреливать тех противников которые будут выдвигаться с точки c на точку b потому что они не всегда целятся на вот те поля и холмики по которым вы можете поехать к тому же если вам повезет вы можете также поджаться подражеский респаун еще и подстреливая противников которые на саму эту точку c едут и опять же респаун сам обстреливать не давая противнику выдвинуться дальше там грубо говоря 200 300 метров от их точки спауна тем самым отрезав пути для атаки ну и конечно же друзья не забывайте что если вы слишком сильно подъедете кражескому респауну то скорее всего вас просто задавит массой как это произошло в моем случае я просто слишком близко прижался союзников уже почему-то не было там видимо часть их отстрелили они начали появляться и ехать с другого конца карты ну а я остался один на один против нескольких противников ну собственно результат вы видите у себя на экранах нас начинает обстреливать кстати интересный момент pz4 f2 который обладает замечательной пушкой нас в принципе пребывает неплохо но из-за того что опять же мы экранированные у него с этим возникают некоторые проблемы особенно стреляя нам по корпусу целом если вы против 34 играете да я вам советовал пытаться выцелить ему щеки ну либо казенник если попадете туда то либо вы выберете казенную часть либо пушку соответственно выведя его из строя после чего он не сможет конечно же воевать во всяком случае временно ну или в лучшем случае вообще ваншотните хотя в башню его 34 не всегда ваншотаются но тем не менее в башню их лучше пробивать чем в корпус ну по моему собственному опыту а если они к вам будут ехать таким как бы ромбиком еще и на достаточно хорошем расстоянии там типа больше 100 метров то пробить в корпус будет еще сложнее их поэтому опять же ребят возьмите на заметку отстреливать 34 по башне ну либо в борт можете его пропустить чтобы он подальше проехал если он вас не увидит и соответственно жахните ему в борт это обычно приводит к ваншот ну а далее в бою я взял самолет и 29 это акционный самолет штурмовой или не штурмовой да вроде как штурмовик двухмоторный две пушки швак у нас с вами на нем установлены 240 боезапаса на них и 3 шка со 762 миллиметра пулеметы с боезапасом 2700 целом против таких боевых рейтингов на которые я сейчас попал 4043 на нем довольно комфортно играть и вскрывать пазики и штуги в общем они пробиваются очень хорошо шваками опять же зенит очки тоже отстреливаются довольно неплохо при этом самолет и 29 обладает неплохими летными характеристиками он довольно быстрый 550 км в час и для своих габаритов он довольно хорошо маневрирует поэтому можно даже есть некоторыми самолетами повоевать на нем правда в затяжные маневры на нем я не рекомендую вам вступать потому что энергия теряется быстро и соответственно вас уже там целом могут без проблем перекрутить соответственно по результатам боя ребята у нас с вами будет замечательнейший результат 1 захваченная точка 1 сбитый самолет 15 уничтоженных противников наземных и один ассист конечно же этот результат замечательный и я решил им с вами поделиться и рассказать про пару тактик на этой карте на средних танках ну либо на 34 конкретно если вы на них именно хотите нагибать во всяком случае научиться хочу отдельно друзья поблагодарить всех спонсоров канала которые подписываются и получают ранний доступ к роликам благодаря вам ребят у меня в жизни появляется немножечко больше стабильности спасибо вам огромное также спасибо всем большое кто посмотрел это видео если оно вам понравилось и вы подчеркнули для себя что-то интересное то не забудьте поставить лайк подпишитесь на канал вступите в группу вконтакте в дискорд в инстаграм на мой твич подписывайтесь все ссылки есть в описании также приходите на стримы они у нас проходят практически каждый день в дневное время ну иногда в ночное конечно же друзья хочу поблагодарить отдельно всех вас в общем потому что в последнее время у меня огромнейший просто прирост по активности на канале и мне это очень сильно нравится спасибо вам ребята огромнейшее благодаря вам я могу существовать мотивироваться делать новые видео и меня вообще в целом приятно на душе ну и и и